Приветствую вас, вы знаете, мне кажется, что основная проблема здесь, и вы ее сами понимаете, эту проблему, вы сами ее чувствуете. Проблема заключается в том, что вам чего-то хочется. У вас есть какие-то желания, у вас поменялись потребности, они стали другими. И ваша задача заключается в том, чтобы увидеть для себя, чего вы теперь хотите. Ваша задача заключается в том, чтобы понять для себя, что вам нужно. Ваша задача заключается в том, чтобы выразить то, чего вы хотите молодому человеку. То, для чего вы хотите серьезных отношений. Вы не можете хотеть просто серьезных отношений. Вы хотите серьезных отношений, чтобы что-то. И вот то, чего вы хотите и нужно озвучить. В этом ничего плохого нет. Понимаете, какая-то штука. По факту, ну, такого понятия, как серьезные, не серьезные отношения, не существует. Люди выстраивают те отношения, которые они могут, те отношения, на которые они способны. И у людей меняются потребности со временем. Это безусловно, потому что люди получают опыт, люди получают какие-то впечатления. Вот, люди развиваются, узнают о себе что-то новое, узнают о мире, о других что-то. И естественным образом потребности меняются. Но, повторюсь, потребности, желания, не форма взаимодействия с человеком. То есть ваша ошибка в том, что вы недостаточно, ну, как ошибка, а проблема в том, что вы недостаточно глубоко смотрите на себя. Не до конца понимаете, чего вы хотите. Ну и, конечно, лучше, если желания не будут связаны с человеком. К примеру, допустим, бывает такая ситуация в жизни человека, когда ему больше не хочется жить для себя. Когда человек чувствует готовность жить для другого. Ну, например, жить для ребенка, жить для семьи. Естественно, возможно это только, когда человек достиг определенного, как бы, ну, определенного места в своей реализации. Если этого не происходит, то должны быть немножечко другие мотивы. Например, человек изначально ведет себя как тот, кто живет для других. Ну, тут немножечко другие нюансы. Так вот, допустим, да, и поэтому вам, поэтому, например, такому человеку хочется серьезных отношений, чтобы жить, ну, вот, на постоянной основе, жить для другого. Да, то есть пора, как бы, хочется ребенка. Вот, либо там, своего, либо приемного, не важно. Хочется. Пришло время. Жить для кого? Для себя больше жить не хочется. Такое бывает. И в таком случае вы прямо говорите, что, ты знаешь, я не хочу больше жить для себя. Допустим, я, там, типа, всего добился, допустим, я всего достигла, чего хотел. В принципе, мне больше, как бы, ничего не надо, я больше не хочу, там, расти, развиваться именно, вот, как, допустим, там, не знаю, как сотрудник, как коллега и так далее. Ну, вот, на данном этапе, на данном этапе. На данном этапе я хочу жить, там, допустим, для, для кого-то, да, для любимых. И все. Этого, в принципе, будет более чем достаточно. А, так, так вы выработаете свое желание, свое, свое, естественно, адекватное желание, вот. Так вы, в общем-то, абсолютно прозрачно укажете мужчине на то, что, как бы, вы готовы к более таким ответственным отношениям. И, собственно, человек либо ответит вам взаимностью, либо нет, и все. Но, есть проблема. Вы не говорите, как именно изменились ваши потребности, что произошло. Что раньше вас устраивали отношения без обязательств, теперь нет. Это первое. Второе. Вы говорите, что отношения без обязательств для меня неприличные. Неприличные. Это социальная оценка. Это стыд. Стыд не имеет ничего общего с тем, о чем я говорил до этого. Стыд. Это неуверенность в себе. Это низкая самооценка. Это тревожность. То есть, это то, с чем нужно работать со специалистом по психологии. Ну и, естественно, такая мотивация, как неприличная, мягко говоря, не очень конструктивна для выстраивания гармоничных отношений. Тут есть один нюанс. Дело в том, что неприличное само по себе может быть разным. Например, ну, в русском языке неприлично можно использовать в контексте осуждения других людей, осуждения с точки зрения морали, например. И неприлично может использоваться как то, что я не хочу, то, что я считаю для себя недопустимым. Да? Если во втором смысле вы используете слово неприлично, тогда да. Но в таком случае мы возвращаемся к тому, что я говорил про ваши потребности, про ваши желания, которые будут наиболее позитивны и конструктивны для вас, если не будут нацелены на конкретных людей. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Есть у меня ощущение, что вы боитесь отказа, несмотря на то, что говорите, что не боитесь. Вот. И есть ощущение, что, ну, вы, как бы, боитесь какого-то вот правды, потому что, ну, подтечественную самооценку. Ну, и что? По факту самооценка его никак не поднимется от того, что он сделает. Да? Вот. С другой стороны, если вы хотите серьезных отношений и подразумевая, что вы его любите, то у вас появилось более серьезное чувство, например, то лучше об этом чувстве сказать. То, как вы описываете молодого человека, рисует его несерьезным. Если он несерьезный, значит, несерьезные вы. Если он боится близких отношений, значит, боитесь и вы. И это очевидно. Вы боитесь близких отношений, потому что не говорите прямо. Вы боитесь ответственности, потому что перекладываете ее на другого человека, хотите, чтобы от него шла ответственность за то, чего хотите вы. А это явный путь в треугольниках, как жертвенности или карпана. Вы можете изучить это в интернете. Вот. И мужчина – это отражение вас. Если вы не готовы отвечать за свои желания, если вы готовы прибегнуть по сути к манипуляции, то не то же самое делает вас. Делает ваш мужчина, когда в вашем воображении течет свою самооценку. Понимаете, какая штука. Поэтому я думаю, что вам желательно решить свои личные противоречия, проблемы и страхи. Лучше рассмотреть то, чего вы хотите. И научиться конструктивно выражать это другим людям. Если есть проблемы с личной ответственностью, то и с ней тоже нужно поработать. Потому что сейчас вы пытаетесь перебросить ее на человека. При том, что человек, я имею ввиду ваш мужчина, он, в общем-то, ничего плохого, точнее вредного не сделал. Он был готов на несерьезные отношения, отношения без обязательств. Он в них находится. Он не несет ответственности за то, что у вас что-то поменялось. Или он не знает, что у вас что-то поменялось. Но если бы у него что-то поменялось, я думаю, вы бы увидели. Даже если он об этом не сказал. Если его поведение осталось то же, то, скорее всего, там ничего не поменяло. То, что вы описываете, типа, что я соглашаюсь встретиться, когда рассказываю звонить, может быть, лучше перестать это делать, это манипуляция. Это манипуляция, классическая манипуляция, которая, ну, не ведет отношения никуда. Лучше вам подумать над тем, что между вами все. С мужчиной. И, может быть, если вы хотите более серьезных отношений, нужно стремиться к тому, чтобы он увидел в вас кого-то, кроме женщины, например, кроме интимного партнера, да. Чтобы он увидел в вас личность, чтобы он увидел в вас человека. Чтобы он увидел в вас субъекта какой-то деятельности, какого-то интереса. И чтобы вы увидели это в нем. Тогда шансов на то, что у вас будут серьезные отношения, ну, более-таки ответственные, гораздо больше. Вот. Но если в отношениях такого, то есть не серьезного типа выступили, потому что боитесь серьезных, боитесь серьезности, боитесь ответственности, то эта проблема не ушла, и ваш партнер будет так или иначе ее отражать. В позитивном или в негативном случае. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.